145-й пехотный Новочеркасский император Александра Третьего полка Формирование полка Полк сформирован 13 октября 1863 года Из 39-го резервного батальона и бессрочно отпускных В составе трех батальонов с тремя стрелковыми ротами Под названием Новочеркассского пехотного полка При сформировании полку присвоено старшинство Томского пехотного полка с 29 ноября 1796 года И переданы некоторые знаки и отличия 25 марта 1864 года К наименованию полка был присоединен номер 145 Основные квартиры были определены в городе Балашове 26 мая 1869 года Внук императора Александра II Великий князь Александр Александрович был назначен шефом И полк назван 145-й пехотным Новочеркасским его императорского высочистого великого князя Александра Александровича полком Квартировать полку была назначена в Санкт-Петербурге и Красном селе 23 апреля 1870 года По случаю смерти шефа, отец его, наследник Цесаревич Великий князь Александр Александрович Был назначен шефом и к названию полка было присоединено его имя 7 апреля 1879 года в полку сформирован 4 батальон 2 марта 1881 года По случаю вступления на престол императора Александра III полк назван 145-й пехотным Новочеркасским его величество полком После смерти императора Александра III Новочеркасскому полку сохранено его имя 29 ноября 1896 года Новочеркасский полк праздновал 100-летний юбилей Получил новое Георгиевское знамя с добавочной надписью 1796-1896 компании полка В 1865 году 3 батальон был назначен в Оренбургский военный округ на усиление туркестанских войск Однако, квартируя в самом Оренбурге, батальон в военных действиях против бухарцев и коканцев Не участвовал и в сентябре 1867 года вернулся к своему полку С началом русско-турецкой войны 1877-1878 год полк командировал 11 офицеров на формирование командного состава дружин болгарского ополчения Во время русско-японской войны Новочеркасский полк прибыв 3 августа 1904 года в Ушитай Получил боевое крещение в сражении при Шахе 28 сентября полк, находясь в авангарде 1-го армейского корпуса, занял позицию на двурогой сопке у деревни Танхайши И в ночь на 29 сентября был окружен 10-й японской пехотной дивизией Несмотря на превосходство сил противника, полк упорно удержался на позиции до рассвета и отбив все ночные атаки, пробился штыками к своим войскам, не оставив противнику никаких трофеев 30 сентября и 1 октября Новочеркасский полк в составе других частей 37-й пехотной дивизии Участвовал в бою у деревни Яншутин и отбил три атаки японцев В боях на Шахе Новочеркасский полк потерял 34 офицера и 1028 нижних чинов В февральских боях под Мугденом полк был разделен на два отряда 4-й батальон его вошел в СОЗГАФ отряда подполковника Ерагина Прикрывавшего 22 и 23 февраля у деревни Модзесе на отступление 6-го сибирского корпуса Остальные же части полка, составляя отряд своего полкового командира, полковника Карепова Заняли позицию у деревеньня Пуза и Сесенчины прикрывали 25 февраля отступление частей 1-го армейского корпуса против японцев, прорвавших расположение русских войск у деревни Киузан Несмотря на громадные потери, новочеркассцы отбили все атаки противника и продержались на позиции до тех пор, пока не прошли последние части корпуса В Мгденских боях новочеркасский полк потерял 19 офицеров и 895 нижних чинов За доблестные действия полка в русско-японскую войну ему пожалованы 21 декабря 1909 года Георгиевские серебряные трубы Знаки отличия полка Полковое Георгиевское знамя с надписями «За усмирение» Трансильвании в 1849 и «За Севастополь» в 1854 и 1855 год И 1796-1896 с Александровской юбилейной лентой Первая часть надписи унаследована от Томского пехотного полка Знамя пожаловано 29 ноября 1896 года Знаки на головные уборы для нижних чинов с надписью «Три отличия» Пожалованные 6 апреля 1830 года Томскому полку «За отличие» в русско-турецкую войну 1828-1829 год Георгиевские серебряные трубы с надписью «За отличие» в 1904-05 ГГ Торшинство полка С 29 ноября 1796 года Полковой праздник 30 августа Шефы полка 26 мая 1869 года 23 апреля 1870 года Великий князь Александр Александрович 23 апреля 1870 года 21 октября 1894 года Император Александр Третий Командир полка 11 ноября 1863 года 14 августа 1867 года Полковник Вельк Карл Андреевич 17 августа 1867 года 23 апреля 1872 года Полковник барон фон Медем Карл Аттон Эбергард Леопольд Конрад Карлович 23 апреля 1872 года 7 декабря 1876 года Полковник Бутенко Семен Иванович 16 декабря 1876 года 4 сентября 1880 года Полковник Маслов Игнатий Петрович 7 октября 1880 года 13 июня 1886 года Полковник Оржевский Виктор Васильевич 13 июня 1886 года 27 июня 1888 года Полковник Маслов Михаил Николаевич 27 июня 1888 года 23 октября 1889 года Полковник Скугаревский Аркадий Платонович 29 октября 1889 года 31 мая 1895 года Полковник фон Лизарх Кениг Александр Александрович 2 июня 1895 года 30 ноября 1898 года Полковник Воронов Павел Николаевич 15 декабря 1898 года 20 июня 1901 года Полковник Шульман Рудольф Рудольфович 20 июня 1901 года 10 мая 1903 года Полковник Щербачев Дмитрий Григорьевич 25 июля 1904 года 17 января 1909 года Полковник Карипов Николай Николаевич 17 января 1909 года 1 октября 1910 года Полковник Беляев Владимир Васильевич 1 октября 1910 года 14 декабря 1913 года Полковник Буковский Александр Петрович 24 декабря 1913 года 30 августа 1914 года Полковник Восмунд Владимир Георгиевич 13 августа 1914 года 21 января 1915 года Полковник Верцинский Эдуард Александрович Известные люди, служившие в полку Арнольди, Константин Николаевич Военный писатель и журналист Караев, Георгий Николаевич Военный историк Ломан, Дмитрий Николаевич Журналист, писатель Роборовский, Всеволод Иванович Исследователь Центральной Азии Географ, Сергеевский, Борис Николаевич Военный писатель Полковник Деникинской армии Белый эмигрант Источники Военная энциклопедия Патриот В.Ф. Новицкого и ДР С.П.Б. Т.В. и В.С. и Тина 1911-1915 Гробовский С. Историческая хроника полков 37-й пехотной дивизии С.П.Б. 1883 На сайте Руниверс Победоносцев Новочеркасс С.Н. Двурога и Сопки С.П.Б. 1906 Тольвэтефон 145-й Новочеркасский полк 1796-1863 1913 Исторический очерк С.П.Б. 1914 Шелихов Ф.П. История 145-го пехотного Новочеркассского императора Александра Третьего полка 1796-1893 1896-С.П.Б. 1896 Шенк-В. Гренадерские пехотные полки Справочная книжка императорской Главной квартиры С.П.Б. 1809 На сайте Руниверс